Опухоль, которую вы лечите, или рецидив, находится ли пациент в иммуносупрессии, была ли предшествующая лучевая терапия в данной области. Если мы говорим про плоскоклеточную карциному, необходимо также учитывать, является ли данная зона зоной формирования рубца или хронической язвы, хронического воспаления, насколько быстро растет опухоль, а также присутствуют ли у пациента какие-либо неврологические симптомы. Есть и морфологические факторы риска, например, степень дифференцировки, определенные морфологические ипотипы, глубина инвазии, если мы говорим про плоскоклеточную карциному. Если мы возьмем все методы лечения рака кожи, то они представлены здесь полностью, это иммунотерапия, химиотерапия. Здесь мы сконцентрируемся на хирургическом подходе, который глобально можно разделить на два вида. Это классическая хирургия, так называемая, то есть это и сечение опухоли и мосхирургия. И деструктивные методы, которые представлены к юритажам, к риохирургии, лазеротерапией. У них, безусловно, есть свои достоинства. Это простота. Вы можете выполнить это прямо на амбулаторном приеме. Очень короткие сроки реабилитации пациентов. И, как я уже говорила, возможности амбулаторного использования. Но, к сожалению, к недостаткам и глобальным недостаткам этих методов относится либо ограниченность, либо полное отсутствие гистологического контроля, в том числе и края резекции. И подходят они только для поверхностных образований. Классическая хирургия – это одноэтапная помощь. Пациент к вам пришел, вы выполнили мое сечение, отправили на гистологическое исследование. И в большинстве случаев удовлетворительные результаты достижимы. На этом можно будет закончить. Но при этом есть и глобальные недостатки. Нет интероперационного края резекции. То есть, что в случае опухоли высокого риска является критическим. Коснемся наших рекомендаций. Отступ от края опухоли, видимого, у нас порядка 4-6 мм. То же самое мы видим в рекомендациях НССН. Базально-клеточная карцинома низкого риска. Рекомендовано стандартное сечение с клиническим отступом порядком 4 мм. Видимо, края опухоли с последующим гистологическим исследованием. И здесь отдельное. Я выделила линейное закрытие. Почему мы уделяем этому внимание? Потому что у вас должен быть план Б. А что будет, если у вас придет положительный край резекции? Как вы будете поступать дальше? А если будет рецидив в данной области? Сможете ли выполнить ту пластику, которую вы изначально выполнили? Примерно то же самое и касается плоскоклеточной карциномы низкого риска. Стандартное сечение с отступом 4-6 мм. Также предпочтительно линейное закрытие послеоперационной раны. Предполагая о том, что здесь может быть рецидив. Или может быть у вас придет положительный край резекции. Поскольку интероперационный вы не контролируете его. Для карцинома Меркеля отступ уже побольше. Порядка 10-20 мм. И здесь добавляется биопсия сигнального лимфоузла. Об этом я расскажу чуть попозже. И также одной из опций дополнительной при сечении является лучевая терапия. Но я думаю, что последующие докладчики уделяют нам более пристальное внимание. Итак, разокрытие раневого дефекта. Самый простой, самый обычный вариант – это линейное закрытие. Выхрика лоскутов согласно вертину. Туловище. Здесь достаточно большой объем кожи. Кожа достаточно эластичная. В принципе, даже такие большие опухолевые дефекты можно закрыть по помощи линейного закрытия. Другое дело, допустим, с конечностями. Когда большие опухоли, к сожалению, кожа не так мобильна, кожи зачастую не хватает для закрытия данных дефектов, можно прибегнуть к свободной кожной пластике. Свободные кожные лоскуты могут быть расщепленными и полнослойными. Если мы говорим о расщепленных лоскутах, конечно, это большим плюсом является минимальная травматизация донорской зоны, которая может достаточно быстро регенерировать. Но при этом нужно помнить о том, что при тонких лоскутах, терматомных, необходимо воссоздать качественную дерму в данной области. Полнослойные лоскуты, которые забираются при помощи скальпеля, они не требуют какого-то технического оснащения. Это достаточно дешевый метод, который может выполнить любой хирург. Но нужно учитывать, что тот трансплантант, который вы заберете с донорской зоны, он подвергнется значительному первичному сморщению. И плюс есть риск отторжения на губчатой кости. Еще одна возможность закрыть раневой дефект – это раневые матрицы специальные, так называемые шаблоны для регенерации кожи. Они состоят из двух этапов. Это стерильная матрица, которая состоит из слоя коллагена, который способствует регенерации именно дермы, и мы получаем качественный дермальный слой. Так и усиленный силиконовый слой, действующий как псевдоэпидермис. У нас есть опыт применения данных матриц у особой группы пациентов, которые страдают бульозным эпидермолизом. Здесь мы видим, что есть очаги плоскоклеточной карциномы у данной девушки. Интероперационная рана, вы тоже видите, была наложена эта матрица. И вот последнее фото – это как раз-таки фото перед тем, как сняли вот эту силиконовую покрышку. Фото через три месяца. Мы видим, что у пациентки полное восстановление кожного покрова. Я хочу отметить, что для таких пациентов, которые страдают от тяжёлой формы бульозного эпидермолиза, данное состояние кожи – оно адекватное. Но, к сожалению, не всегда мы можем прибегнуть и к такому восстановлению. Данный пациент – мы увидим, что это опухоль кожи кисти, это высокофункциональная зона с большим количеством сухожилий, с большим количеством переневральных окончаний. И опухоль у данного пациента поражала не только кожу, но и более глубокие слои. По медиальному краю мы видим, что, в принципе, всё чисто. А вот уже после удаления препарата, если вы обратите внимание, в области пятого пальца дном раны является, собственно, сама кость. При этом даже поражена часть сухожилия, которую мы тоже удалили. Конечно, на такую рану положить свободный кожный лоскут или матрицу невозможно, потому что это не приведёт к полному восстановлению или функциональному восстановлению так, чтобы пациент дальше смог выполнять функцию этой рукой. Это важный момент, помимо эстетической какой-то функции, но ещё и функция кисть-кисть – это важное средство. Значит, мы прибегнули к методу кожного трансплантата на сосудистой ножке. Это было двухэтапное восстановление. Паховый лоскут выделен, сосудистая ножка. Первичная рана ушита. И на две недели данный кожный трансплантат фиксирован на питающей ножке к кисти пациента. То есть две недели пациент находился в таком состоянии. После этого сосудистая ножка пересекается, обе раны зашивают. Это состояние лоскута у нас через два дня после последней операции, после отсечения. На данный момент пациент был у нас на контрольном осмотре. Полное приживление трансплантата. Кожа полностью функциональна. Насколько это максимально возможно. Но, к сожалению, как бы мы ни говорили о возможности с хирургией, нужно упомянуть и санитарные операции, когда, к сожалению, предложить какое-то замещение дефектов в силу распространённости процесса или в силу разных причин невозможно. И приходится выполнять калечащие операции. Об этом тоже нужно говорить. Ну и отдельный пласт – это операция с интероперационным контролем краёв резекции. Так называемая мосхирургия. Это снижает риск рецидива достаточно сильно. Здесь у меня представлено исследование, которое касается операций в области мужских гениталий. Мы помним, что мосхирургия применима не только на лице. Нужно помнить, что гениталий тоже является зоной высокого риска. По сути, то, что мы выполняем, так называемый дебалкинг. То есть первый слой вы срезаете, отправляете на гистологию. Если вам приходит положительный край резекции, в каком-либо участке второй слой. По сути, это дебалкинг, но данные опухоли могут простить такое. Это допустимый вид оперативного вмешательства при данных нозологиях. Где же появляется мосхирургия? Базально-клеточная карцинома. Вот, пожалуйста, рекомендована мосхирургия. Плоскоклеточная карцинома. Вот тоже самое. Мосхирургия. Но при плоскоклеточной карциноме высокого риска появляется в международных классификациях вопрос по поводу биопсии сигнального лимфоузла. На самом деле, для данной нозологии это дискудапельный вопрос. А что мы будем делать, если придет положительный лимфоузел? Это не меланома, когда мы можем назначить терапию. Что мы будем с этим дальше? Вероятный вопрос, что мы будем делать завершающую лимфодисекцию. Но к этому мы даже еще вернемся. И отдельно, где применима мосхирургия, это выбухающая дерматофибросаркома. Это по своей классификации относится к локально агрессивным опухолям. Это опухоль дробь 1. Для чего же делать мосхирургия? Мосхирургия делается для того, чтобы не получить вот такой рецидив. Когда нет контроля краев резекции, и вам кажется, что все чисто, а потом приходит положительный край, это приводит к тому, что она начинает быстро-быстро прореферировать, и мы сталкиваемся уже с вот таким. Назову так. Хирургия лимфоузлов очень грубо. Биопсия сигнального лимфоузла. Техника такая же, как и известно всем про меланомию кожи. В нашем центре применяется двухдневный протокол. В первый день мы вводим радиоформпроприат в область первичного опухоли или рубца. На следующий день выполняется биопсия сигнального лимфоузла. Опять же, учитывая локализацию, нужно помнить о том, что сигналы лимфоузла могут быть не только в одной зоне, это могут быть несколько зон, 3-4 зон. Такое тоже может быть, особенно при расположении опухолей на туловище. Где же мы применяем биопсию сигнального лимфоузла? Обязательно при отсутствии клинических видимых метастазов это карцинома Меркеля. Причем диагноз карцинома Меркеля должен быть установлен обязательно в референсном центре. Только там есть определенная иммуногистохимическая панель, которая позволяет установить данный диагноз. То же самое касается и биопсии сигнального лимфоузла. Это определенная подготовка препарата и морфологины, и определенные иммуногистохимические окраски. Что же делать, если биопсия сигнального лимфоузла при карциноме Меркеля пришла положительная? У нас есть опухолевые клетки в лимфоузлах. Одно из опций – это лимфодиссекция, как и по плоскоклеточным ракам. Я уже говорила о том, что при плоскоклеточном ракам мы тоже рассматриваем вопрос по поводу биопсии сигнального лимфоузла. И также, вероятно, завершаем лимфодиссекцией. Но помимо сигнальных лимфоузлов, есть еще и огромная проблема прогрессирования уже изначального метастатического поражения лимфоузлов. Зачастую это могут быть лимфоузлы с распадом, какие-то санитарные лимфодиссекции. Здесь необходимо помнить, что возможности для проведения функционально выгодных циторедукций при плоскоклеточном раке гораздо меньше. Это особые рубцовые процессы, которые зачастую не позволяют нам сохранить нервы, сосуды для того, чтобы сделать диссекцию функционально выгодной для пациента и меньше бы осложнений развилось. Итак, с одной стороны у нас огромные возможности хирургического лечения, когда мы можем предложить много вариантов пластик, много вариантов замещения дефекта. Но, к сожалению, лакачественное образование метастазирует, заболевание выходит из-под контроля. И только ли хирургии нужно лечить данные опухоли? Ну, на этот вопрос, я думаю, что мы еще подискутируем. И небольшой резюме к данному докладу. Необходимо знать и понимать морфологию и биологию той опухоли, которую вы лечите. Отрицательный край резекции при хирургическом лечении крайне важен при лечении немеланомного рака кожи. Ну и обязательно помним и не забываем назначать биопсию сигнального лимфоузла и картина Меркеля. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok